Амбициозный поход наверх архитекторы мира начали около 100 лет назад. Сегодня по российским нормам высотным считается строение более 100 метров, а сверхвысоким более двух сотен. Но сейчас эти градации устаревают. В разных странах появляется все больше зданий в 300, 400 или даже 500 метров. Ближе всех к небесам подобрался символ Дубая – небоскреб Бурдж-Халифа. Его высота 828 метров. В Европе выше всех забрались архитекторы Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Высота нашего рекордсмена – 462 метра. На втором месте – восточное крыло башни Федерация – 375 метров. На такой высоте многие чувствуют дискомфорт и банальный страх. Тем более, что небоскребы имеют свойство покачиваться. Но конструкторы уверяют – это нормально. Они все качаются, чтобы вам не говорили те, кто говорит иначе. Они все качаются. Но вопрос – как они качаются? И мы смотрим по реакции, какая амплитуда, то есть перемещение вверх, и с какой частотой. И оказывается, что если амплитуда и частота колебания этажей укладываются в определенный диапазон, то эти колебания вы не ощущаете как дискомфортные. Само по себе колебание небоскреба не является приговором. Главное – правильно все просчитать. Два самых сильных вызова для высотных зданий – это ветер и землетрясение. Но в 21 веке небоскребы строят даже в сейсмоактивных районах. Это, например, Индонезия и Китай. Здесь выручают специальные системы ветровой и сейсмической изоляции. Если вы посмотрите на башню в Тайбэе, там наверху, на самом 101 этаже, стоят огромные многотонные маятники. При сейсмическом воздействии они входят в противофазу колебаний и тем самым гасят колебания здания. Башня в Тайбэе стала первым в мире строением высотой более полукилометра к небу. Четыре года этот небоскреб сохранял за собой звание главного великана на планете. А в Китае самое высокое здание – Шанхайская башня. Ее рост – около шести сотен метров. Поднебесная оправдывает свое неофициальное название. КНР – мировой лидер по небоскребам. Только за 2018 год там построили 88 сверхвысоких строений, а всего их по стране около полутора тысяч. Многие отели в Шанхае и Гуанчжоу привлекают туристов апартаментами не под небесами, а даже иногда над ними. В самых высоких номерах Гуанчжоу не раз останавливался Александр. Жить на высоте он привык. Уже более десяти лет его дом – это небоскребы. Высота манит, как и горы, признается Александр и называет главную причину жить на 73-м этаже. Возможность видеть больше. Поэтому я думаю, что любой предприниматель, успешный человек, он ловец эмоций. Поэтому он ищет ту эмоцию, которая его будет заряжать. И мне кажется, когда ты смотришь сверху вниз, ты понимаешь – это мой город, это моя страна. Но, конечно, жизнь в небоскребе не идеальна. Например, на 73-й этаж за зонтом возвращаться не очень хочется. Да и окно на такой высоте не откроешь. Кстати, эти огромные панорамные окна моют всего два-три раза в год. И погулять вечером не выйдешь. Если это Москва-Сити, я не думаю, что здесь, когда строили или когда планировали, архитекторы понимали, что такое небоскребы, как правильно организовывать пространство. Поэтому гулять здесь не думаю, что можно, с учетом того, что перманентная стройка, вентиляция, кондиционеры на улице работают, все равно это звук. И поэтому здесь, конечно, не погуляешь. Но, опять же, ничего страшного. Я каждое утро, например, езжу в Серебряный Бор. Это занимает 10-12 минут. А еще в московских небоскребах, как и в других высотках, раз в году отключают горячую воду. Хотя изначально обещали, что инфраструктура комплекса будет автономной. Но все эти минусы ни на грамм не перевешивают преимущества жизни наверху. В Москве-Сити Александр живет уже 7 лет. Изначально он выбрал апартаменты в другой башне, но недавно перебрался повыше. Кстати, чем выше этаж, тем больше и высота потолков. В этой квартире потолки больше 4 метров. Движение вверх. Чтобы вызвать лифт, надо приложить к терминалу специальную карту. Если вы не живете в башне Ока, а просто пришли сюда в гости, то спуститься на первый этаж у вас получится. А вот подняться можно только с помощью обладателя заветной карточки. Движение вверх. Количество небоскребов увеличивается с каждым годом. Это связано с тем, что растет население мегаполисов. Сегодня москвичей в 10 раз больше, чем 100 лет назад. Поэтому сложно сохранить историческую панораму города. Первые небоскребы Москвы, сталинские высотки, начали строить в 40-х. Но это был знаковый архитектурный ансамбль, а не городская необходимость. Современные архитекторы говорят, что сам по себе небоскреб не имеет смысла. Его строят не для красоты, а исходя из целого ряда экономических факторов. По словам архитектора Ильи Залевухина, в центре застройка должна быть максимально разнообразной. Небоскребы могут помочь преобразовать город, сэкономить драгоценную площадь для зелени и добавить жилые постройки в те районы, где много рабочих мест. Это просто мечта, когда тебе не надо выходить, например, с того места, где ты работаешь. Но чтобы это здесь сделать, невозможно построить новый дом, очень мало места. Хочется сохранить этот садик, хочется сохранить это здание, хочется сохранить это культурное наследие. Поэтому и возникают небоскребы. Вот зачем они нужны городу. Городу они нужны, чтобы сохранить сам город. Небоскребы меняют облик города. Однако не всем жителям эти перемены по душе. Многие негативно высказываются о сверхвысоких новостройках. Хотя, оказывается, небоскребы можно и не заметить. Вообще люди не воспринимают выше пятого этажа, шестого. Если у вас сетка улиц, и человек по ней гуляет, то ему не важно, какой там есть небоскреб, нет там небоскреба. То есть эта проблема, она надуманная. Знаете, вот когда кто-то говорит, а раньше не строили небоскребов, но раньше не могли строить небоскребы. Своим появлением небоскребы обязаны технологическому прогрессу. Но пока в российской столице инфраструктуры для них нет. Поэтому большая часть сверхвысоких зданий Москвы собралась за Краснопресненской набережной. Илья Залевухин называет модную Москву-сити гетто для небоскребов. Действительно, сити – это маленький закрытый мир, откуда можно не выходить неделями. И для многих это главный аргумент, чтобы жить на территории делового центра. Залы, то есть тренажерные, Афимол-сити, торговый комплекс, где ты можешь и пойти на шопинг, и сходить в кино, и как бы закупиться продуктами, прийти домой, что-то приготовить. На некоторых территориях здесь, прилегающих, даже устанавливают сейчас детские сады, то есть для проживания с детьми это тоже будет очень удобно. Поэтому выбираться куда-то смысла вообще нет. Если только в качестве экскурсии или прогулки, вот в таком плане. Леся, кстати, живет на седьмом. Высокие этажи девушка считает не совсем пригодными для проживания. Но сама атмосфера на территории сити ей очень нравится. Может быть, единственный минус, который есть, это то, что соединены, то есть как бы на этажах располагаются и апартаменты, и офисы. И это иногда может быть не совсем удобно, когда ты выходишь на мусор вынести, потому что рядом могут работать те же люди самые, то есть нужно немножко одеться уже, выйти. Накинула легкую куртку поверх домашнего костюма и смело можно идти в соседний торговый центр за продуктами к обеду. Удобно? Леся говорит, Москва-сити для нее – это мини-Дубай. Все очень красиво, а главное – современно. Жить на высоте совсем не обязательно. Небоскребами куда комфортнее полюбоваться с земли. Ольга Бубнова, Антон Косолапов, Владимир Брагин и Александр Мамедов. ТВ Брикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова